привет это евгений виктория мы приветствуем вас на канале вселенная beautiful world это проект география россии сегодня мы отправимся в новое путешествие в волгоградскую область волгоградская область субъект российской федерации расположены в южном федеральном округе столицы волгоградской области является город волгоград признанный одним из красивейших южных городов страны ее соседями является саратовская ростовская астраханская воронежские области республика калмыкия и казахстан по территории области проходит волгодонской канал связавший две великие судоходные реки дон и волгу именно на берег дона в город серафимович мы и отправляемся станица являлась центром усть медведицкого округа области войска донского еще петр первый путешествуя по дону сделал запись в своем дневнике о городке медведицком да прошли реку медведицу впала в дон с левой стороны до городок медведица же стоит на левой стороне изначально станица находилась на левом низком берегу реки дон но из-за постоянных затоплений это место пришлось оставить и перебираться на правый более высокий берег первым переселенцем был монах птахин его честь названа враг на территории поселения по прошествию небольшого промежутка времени пусть медведицкий военный округ становится самым населенным в области войска донского в юрисдикции находится 21 станица и 7 властей станица усть медведицкая к началу 20 века является окружной станицей области войска донского на 1898 год численность населения составляет 15 тысяч 999 человек из них коренного казачьего населения 14 тысяч восемьсот семьдесят четыре и нагороднего 1125 станицы строят большие дома многие из них окрашены в яркие краски фасады домов украшает красивая замысловатая резьба по дереву во дворах цветут сады и благоухают цветники по воспоминаниям историков станица усть медведицкая ничем не уступала многим уездным городам в станице имеется две гимназии мужская и женская женское мариинское училище реальное духовное и военно-ремесленное училище кроме того здесь действуют три мельницы винокурные кожевины и кирпичные заводы 8 медведицкая начинает работу кирпичный завод и если присмотреться то очень много зданий построены из красного кирпича произведенного на этом заводе на территории усть медведицкой работают две типографии водокачка электростанция и почтовая контора в станице находится немало магазинов лавок и ремесленных мастерских три клуба дворянский для офицеров купеческий и всесословный помимо этого станица располагает двумя приходскими и тремя домовыми церквями а также пусть медведицкой относится спаса преображенский женский монастырь второго класса если спросить любого жителя города серафимович что же является главной их достопримечательностью каждый ответит что это спаса преображенский женский монастырь множество загадок и тайн скрывают за собой стены усть медведевского спаса преображенского монастыря одна из них это подземные ходы протяженность которых достигала нескольких километров а может даже десятков километров по рассказам очевидцев которые проникли в подземелье монастыря задолго до реставрации они вроде бы шли по направлению к реке но наткнулись на преграду завал спаса преображенский монастырь является памятником архитектуры 19 века и центром православного паломничества логоградской области в 1922 году спаса преображенский женский монастырь был закрыт многие архивные документы сжигались на месте иконы на подводах свозили в дону и бросали в воду после закрытия монастыря на его территории располагалась исправительная детская колония пионерский лагерь жаркие бои во время великой отечественной войны продолжили разрушение обители а после войны главном здании разместили двигатель городской электростанция чего собор сильно пострадал монастырские церкви каменные постройки каменную ограду разобрали на строительный материал для восстановления разрушенного войной жилого фонда города за моей спиной храм преображения господья он открыт в 2014 году и является уникальным в своем роде на его вершине 33 купола по числу лет жизни иисуса христа главной святыни у медведевского монастыря является монашкин камень это серый прямоугольный камень с отпечатками ладоней и коленей монашки причем доказано что происхождение отпечатков на камне не рукотворные сами монахи не утверждают что следы на камне оставила игумени арсения или даже богородица явившиеся игумени во время молитвы церковь воскресенье является одной из первых каменных построек станицы усть медведевской заложили ее в 1782 году а осветили в 1787 ценным архитектурным дополнением к храму стала ограда построенная одновременно с храмом в 18 веке четырьмя тремя и однопролетными воротами по сторонам света в стиле русской архитектуры постепенно усть медведевская разрастается становится большой станицей что-то наподобие губернского города она к особенности ландшафта замедляют ее рост вся станица изрезана балками и оврагами однако продольные поперечные основные улицы все равно получилось сделать прямыми и ровными живописный овраг покрытый травой и мелколесьем разделил станицу на две части верхнюю и нижнюю нижняя часть получила название базы а верхняя чистый двор чистый двор застраивался уже согласно градостроительного плана территория чистого двора была разбита на множество прямоугольных или почти квадратных кварталов с несколькими площадями в верхней части александро-невского площадь над доном торговая площадь в центре гимназическая площадь а в нижней части майдан главная базарная площадь во времена станицы усть-медведицкой эта площадь называлась базарной в настоящее время она не утратила своих свойств здесь располагается очень большое количество магазинов самым крупным из административных зданий был окружной суд двухэтажное здание кремового цвета сейчас это здание школы номер два спроектировано оно в строгих формах характерных для позднего классицизма в конце 19 века вторая столица войска донского станица усть-медведицкая оказалась на околице торговой экономической жизни и начала приходить в упадок в связи с прокладыванием железной дороги москва царицы слободу михайловскую стали перебираться купцы из станиц там проводились ярмарки и базары ведь наличие железной дороги упростила дэвид дешевила доставку новых товаров и вывоз зерна и сена за пределы округа не пройдет и трех десятков лет со времени процветания станицы усть-медведицкой и газеты напишут предпринимавшиеся попытки сделать дом судоходным до усть-медведицкой успеха не имели навигация прекратилась оптовая и розничная торговля значительно упали торговля в окружной станице стала развиваться слабо и две ярмарки не имеют значения так как торговля на них почти прекратилась в начале 20 века среди усть-медведицкой интеллигенции казачества усилились революционные настроения после февральской революции 1917 года и отказа романовых от трона казаки посчитали себя свободными от всяких обязательств по отношению к россии на дону впервые после двухвекового перерыва собрался войсковой круг и было избрано правительство во главе с атаманом калединым 20 октября 1917 года круг постановил считать донскую землю независимой республикой до образования в россии порядка приемлемого для казаков в 1933 году станица усть-медведицкая была переименована в честь писателя александра серафимовича попова и получила статус города серафимовичский литературно-краевический музей располагается на живописном участке и представляет собой комплекс из двух зданий есть третье здание располагается в центре города в 1949 году в одном из корпусов открылся музей писателя александра серафимовича чье имя носит сегодня город во втором конце восьмидесятых разместились выставки краевической направленности по-другому музей истории усть-медведицкого казачества родился будущий писатель станицы нижнокурмаярской бывший область войска донского детство проходило там где служил отец и на западной украине и в польше а потом когда ему исполнилось 8 лет отца перевели сюда станицу усть-медведицкую и здесь вот он окончил нашу книжную гимназию и поступил в петербургский университет на физико-математический в культет и там очень близко сошелся с революционной настроенной молодежью был дружим с марией виничной ульяновой вот она его в свою очередь познакомила со старшим братом александром и мы знаем учили историю что было не удавшись покушать на царя вот пятерых человек казнили в том числе ульяна у студента попола его настоящие фамилии попов у него нашли там какие-то прокламации и его ссылают в архангельскую губернию мистическое мизе про которую как он говорил находится в трех верстах от преисподней беломорья вот такой суровый климат он человек собственно южный приходилось очень трудно ну и там пробует писать и свой первый рассказ о жизни поморов называется на льдине вот дал почитать своим друзьям рассказ понравился и его отправили в газету московской ведомости он там был напечатан и здесь он первый раз подписался как александр серфимович вот у него там обостряется болезнь глаз который грозит слепотой и мать и друзья пишут прошение царю чтобы ему разрешили хоть последние два года давали ему 5 лет ссылки чтобы у нас был здесь в станице Снебельской и царь дает такое разрешение и вот он сюда снова приезжает в 1890 году под глазный надзор полиции хоть отмечается наше таманское правление и вот сейчас находится здание почты вот ну и после его еще 7 лет не разрешается жить как бы в столицах петербург москва и крупных городах вот так где видим разве рабочее движение как не было надежно и в это время он живет и мариуполе и черкасске ну а позже уже переезжает в ростов и потом москву но когда начинается вот первая мировая война он хотел ехать для журналистов на фронт но царь не разрешил и был такой добровольно пироговской обществом врачей и он поехал просто добровольцем санитаром на фронт как мы знаем уже здесь такие события после мировой первой мировой войны революции гражданская война он ездит по фронтам гражданской войны и пишет конечно самое известное свое произведение это железный поток который вышел в свет в 1924 у него было два сына и старший сын анатолий погибает на фронтах гражданской войны и вот я уже сказал что он дружил с марией леничной ульяновой и потом уже ленин ему как бы писал такое письмо что сослов сестры я знаю что вас постигло такое горе и вот я бы хотел выразить там слова соболезнования и знаете что всем нам и рабочим нужна ваша вот работа 1933 году и к дню рождения вот так преподнесен такой подарок станицу с недверьской была переименована или преобразована какой-то город серфимович и вот уже серфимович уже писатель приезжал город назван его именем ну как мы знаем у нас еще некоторые люди еще живы и многие живы которые знали его помнят его такая как надежда анисина здесь назарова недалеко живет она сама учительница образованию вот и она рассказывала когда вот в тридцать седьмом году это здание как бы горсовет подарил серфимовичу он сюда приезжал уже со своими внучками вот но я сказала что у него было два сына вот анатолий погиб а второй был игорь сын он умер в начале 80-х годов и это были внучки искра светлана и анатолий а светлана чуть вперед умерла истер буквально в этом году она умерла вот она тоже закончилась директорный институт московский работал на телевидении свое время они помнят об этом они здесь играли людьми и вот это надежда не смогут который здесь живет она же говорит что раньше конечно не было так вот информации такой да и телевидение и вот серфимович конечно собирал здесь детворку слезащую диспетку вроде жили и здесь делали вместе спектакли различные танком ставим золушку и она надежда тем более дети такие послевоенные нам это было они приехали с москвы и таких платьях ой это это на самом деле для нас это было чудо это были откуда-то небожители вот а она его хорошо помнить он все время она здесь не далеко живет а такие заборы плетневые были я его смотрю смотрю он выходит туда на берег на высоте смотрел на задуме может что-то писал какие-то мысли у него были садильцы там блокнотик у него а я выходила с ним и шла ну пойдем надежка вот они с шлем а мне интересно хотя я знаю что он или конфеточка когда тыльца хороков очень такой был общительный любил людей любил гостей старался хотя бы угостить чем-нибудь хоть хоть чаем попоить ну и кстати вот в этом доме у него здесь и бывал и михаэлександр шурух молодой нам тоже рассказывали очевидцы что они говорят мы были детьми а знаем что они приехали обедали что-то говорили про литературу конечно а у самого церкович у него здесь был катер он даже есть этот катер ему был подарен где-то в тридцатых годах вот он возьмем шелку арбузы по дону здесь просто собственно вешенская здесь 70 километров во время великой отечественной войны он тоже эвакуировался сюда жил а пока даже немцы сюда подходили были румыны то он отсюда тоже уехал но уже сюда приезжал уже после войны и он был как бы депутатом городского совета но все говорили вот такой человек с таким с мировым именем вот сидит здесь решает наше естественно такие слободневные такие проблемы города и конечно горожане ну как бы многие благодарны к нему относятся потому что свое время когда было после войны разрушены дети библиотеки там школы то он все равно связи какие-то не оставались и друзья писатели и вот он как бы формировал и фонда библиотек помогал то что был такой и благодаря ему у нас здесь открылся в больнице 1 рентген кабинет его стараниями не было связи с левобережьем дона тоже поехал в какую-то военную часть и какой-то тонны мост тоже его стараниями здесь у нас был хотя бы летом пантоны разваяли вот такой вот у нас только мосту сейчас нас построить только то еще девятьсот восемьдесят пятом году конечно в этом году уже семьдесят лет музею а рядом здание которое мы там или сейчас у нас нет кровеческий музей она была построена как административная музею серфимовича музей этот 49 года как он умер 19 января вот 49 году в возрасте 86 лет сразу же выставлю вышло постановление совет министров ссср тогда народ какой народе не вот писатели открыть такой музей и вот этого момента это постановление какой музей существует открыл для посетителей уже двери музей 15 мая 1901 года на этом месте находилась церковь освященная во имя святых петра и павла в 1864 году при тюрьме окружной станицы усть медведевской области войска донского троицкая церковь памятник архитектуры двадцатого века интересный образец русского стиля начинал строится как храм покрова на события 1914 17 годов помешали строительству церкви окончательно его восстановление завершено в 2015 году великим освящением честь святой живоначальной троицы самый главный вид сообщения с серафимовичем на машине город связан с ближайшими населенными пунктами достаточно развитой сети автомобильных трасс в городе нет железной дороги ближайшая станция находится в городе михайловки на расстоянии 80 километров от серафимовича и носит название сибряковом когда-то по дону в районе серафимовича курсировали маломерные суда на воздушных подушках но это было в эпоху ссср и сейчас водного транспорта в городе нет ближайший аэропорт расположен в городе волгограде на расстоянии около 260 километров еще как вариант рассматривается аэропорт в ростове это около 450 километров и как-то язык не поворачивается назвать его ближайшим если вы поедете в город серафимович на автомобиле то будьте внимательны на дорогах да интересное решение придумали дорожную службу в городе серафимович волгоградской области если вам кажется что у вас обман зрения то нет это кирпич это кирпич Редактор субтитров А.Семкин